МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Каждый день, вечер и утро репортер 73 расскажет о значимых событиях из жизни нашего региона. Реальность сама складывает картину дня в студии Екатерина Терещенкова. Смотрите сегодня в программе. Всегда актуальная поддержка. Привезли ребятам, которые в ближайшие дни отправляются на передовую. Слофановый плен, который крайне необходим для укрытия блиндажей и окопов. Ульяновские общественники отправили очередной гум-конвой в зону СВО. Комсомол остался в сердце. Это служение очистит. Это, тем более нашему поколению, это колоссальная работа по военно-патриотическому, трудовому нравственному воспитанию. Самая массовая молодежная организация в истории страны отметила 105 лет. С момента основания. Бронза в золотых руках. Это массаж гуманизирующий, расслабляющий, скажем так, нормализующий психоэмоциональную сферу. Участница из Ульяновска заняла третье место на профчемпионате Обилимпикс. Три именных батальона, 31-я десантно-штурмовая бригада и сотни мобилизованных из Ульяновской области в различных подразделениях Минобороны России сражаются сегодня на юго-западе нашей Родины с неонатысским режимом Зеленского. Поддержку бойцам оказывает каждый из нас. Общий вес отправленных на передовую и в ближайшие тылы гуманитарного груза составляет уже несколько тысяч тонн. От чистого сердца ради общей победы. Еще одну партию груза накануне передали ульяновским десантникам. Ветераны боевых действий в курсе того, что нужно сегодня бойцам на передовой. Личный опыт, помноженный на актуальную информацию с линии боевого соприкосновения, позволяет быстро определять, закупать и доставлять, куда нужно, все самое необходимое. В помощниках волонтеры, рабочие, служащие, студенты и школьники. Именно их трудами собрана эта посылка, которая из Ульяновска отправляется в подразделение. Это школы, это предприятия, это лица, частные физические лица, которые просто горят душой за нашу победу, за наших ребят, которые выполняют ту или иную задачу там, на территории СВО. Рафаэль Мордеев уже отправлял на фронт мобильные бани генераторы, рации, металлоискатели, запчасти к автомобилям, медицинские препараты, а также номенклатуру и этого груза. Но если бойцам нужно еще, тыл даст еще, без вопросов. Привезли ребятам, которые в ближайшие дни отправляются на передовую, целлофановый плен, который крайне необходим для укрытия блиндажей, окопов, чтобы вот такую сырую погоду ребята могли нормально укрыть те места, где они отдыхают в перерывах между выполнением боевых задач. Входят в груз и детские письма со словами поддержки и бандероли, собранные в школах и гимназиях региона. Тоже 34-19. Дети душой болеют за солдат. Даже это сладкое гученое молоко, когда в дожди, погодные условия, наверное, доставляет сладость ребятам в окопах. Знаю по себе. Так что, я думаю, это все дойдет до адресата. Евгений Луковкин, Максим Архипов, репортер 73. 2578 обращений поступило на прямую линию с Алексеем Русских. Более трети вопросов оказались связаны с проблемами в сфере ЖКХ. 24% с благоустройством, 23% с состоянием дорог. Отслеживать информацию помогали специалисты Центра управления регионом. Они передавали их для обработки в профильные ведомства. Благодаря этому, часть проблемных вопросов на момент проведения прямой линии была уже решена. Среди остальных выбрали самые показательные. Ответ перед жителями держали и профильные министры. В итоге, многие обращения взяты на контроль немедленно. Остальные будут отрабатываться в рабочем порядке. Подробности далее. О самом главном масштабе всей страны. Запрос из зоны проведения специальной военной операции на прямую линию. Бойцам одного из именных батальонов нашей области потребовался специально модернизированный УАЗ. Алексей Русских сразу отметил. Все жители помогают сегодня фронту. Уже отправлено немало УАЗов различных модификаций. А также оборудование, снаряжение, всего, что потребно для сражающихся частей. Новый отечественный джип на подходе. И в целом... Обеспечение победы специальной военной операции – это наш главный приоритет всей нашей работы. Поэтому, ребят, обязательно все, что вам необходимо, мы закупим, приобретем и доставим вам в ближайшее живое имя. Держитесь, воюйте, не оглядываясь на тылы. Тылы у вас надежные. Социальные проблемы попадали в студию по телефону и через сети. Люди спешили сообщить о наболевшем. Больше всего вопросов про неполадки в отоплении. На втором месте проблемы с водоснабжением. Причем не только в отдаленных селах, но и в областном центре. Сети водоснабжения, водоотведения, канализации. Десятилетия, к сожалению, не уделялось этому внимания. В общем-то, ну и средств было недостаточно. Очень много порывов, водопроводов и последние вот два-три года мы очень активно занялись модернизацией сетей. Серьезные денежные финансовые ресурсы вкладываются. Но чем больше делаем, тем больше нам с вами еще предстоит сделать. Нам предстоит решить большие вопросы по строительству очистных сооружений. У нас их в области более 30 и все они требуют реконструкции. Системная работа уже началась, отметил глава региона. Необходимые средства обязательно будут. Планируемый бюджет, социально направленный, большие расходы в нем учтены. Хорошими темпами продвигается ремонт дорог. Причем не только по федеральным, но и по региональным программам. В этом году реконструировано 500 километров. Не меньше запланировано на следующий год. Что касается ремонта дворов. Я вот посчитал, что нам и 15 лет не хватит, чтобы привести все дворовые территории в порядок. Поэтому вышел с инициативой, правительство меня поддержало. Приступаем к региональному проекту «Мой двор», на который будет выделяться до 25% нашего регионального дорожного фонда. Эти деньги пойдут именно на благоустройство дворов, на организацию парковочных мест во дворах, на подъездные дороги, минуты квартальные, я думаю, что жители это положительно оценят. Подробнее, о чем говорил губернатор жителям региона, расскажем в получасовой программе в предстоящую среду. В завершение общения Алексей Русских отправил четкий посыл региональным и муниципальным чиновникам. Нельзя руководить регионом, руководить министерством, руководить районами или муниципалитетом в отрыве от жителей. Надо жить их проблемами, понимать, что сейчас волнует, какие наиболее кричащие, злободневные вопросы. В этом задача любого руководителя. Поэтому такие встречи и с населением, и в работе с сетями в режиме открытого диалога, либо просто путем ответов на обращения, которые поступают, она крайне важна, и мы будем уделять этому особое и пристальное внимание. Перекрытие одной из главных улиц железнодорожного района, проспекта Гая, продлено до середины ноября. Вместо планируемого срока до 30 октября. Напомним, движение ограничили из-за капитального ремонта канализационного коллектора. Однако, как уже случилось на других объектах, при земляных работах вскрылось неожиданное и неприятное обстоятельство. Трубы перепутаны, глубина их прохождения не обозначена. Коллектор важен для двух ульяновских районов. Почти половина стоков на очистные доставляются именно по нему. Подробности в следующем материале. Эти работы хоть и важны, но для специалистов весьма напряженные. Порядком потрепали нервы, перепутанные подземные коммуникации. Вскрытие показало внезапное. Техническая документация полных сведений о проходящих под землей трубах и кабелях не содержит. Если в горизонтальной плоскости мы хотя бы примерно ориентируемся, где проходят основные коммуникации, тепловые, электрические, то в вертикальной, то есть на какой глубине они заложены, информации по минимуму. Поэтому что-то планировать до того, как упрешься в очередные лотки теплотрассы, либо в газовую трубу, очень тяжело. Подземная путаница смазала краски. Отметки, сделанные на опорах, актуальность потеряли. Каждый раз на место приходится вызывать специалиста для новых замеров. Не соответствуют действительности и схемы, касающиеся проезжей части. Дорогу неоднократно ремонтировали, плюс неучтенным оказался естественный прирост почвы. Приходится копать вручную, находить эти коммуникации, а затем придумывать, как их огибать. Но вот последнюю теплотрассу пришлось уходить четырьмя отводами на глубину и потом выходить обратно. Дополнительные элементы, потребовавшиеся для выполнения заказа, стоят не только денег, но и времени. На месте их изготовить нельзя, приходится ждать, когда заказ выполнят на заводе и готовая продукция прибудет на место. Чтобы не тратить истекающий в преддверии снегопадов ресурс, подрядчик распределил силы по разным участкам проекта. Тем не менее, выполнено 70% запланированных работ. Работа ведется нами в круглосуточном режиме. У нас назначен куратор за этим объектом, он принимает все виды строительных работ. Единственное, что работа у нас усложняется, как вы видите, что это довольно-таки крупный корректор, основной корректор для Ленинского железнодорожного района. Монтаж новой трубы и для подрядчика сложный, и горожанам создает неудобства. При этом, отмечают специалисты из профильных городских структур. Если бы его не начали, дело могло обернуться коммунальной катастрофой. Аварии на старом коллекторе уже случались и неоднократно. На работоспособности этой системы завязано не только водоотведение, но и водоснабжение Ленинского и железнодорожного районов. 500 тысяч рублей на франшизу. Екатерина Ватуева и ее брат пять лет назад взяли в аренду помещение, сделали ремонт и сами сдавали для проведения детских праздников и дней рождения. Затем закупили книги, детскую мебель, провели еще один ремонт и открыли семейный центр, он же частный детский сад. Благодаря господдержке преодолели пандемию 2020 года и экономический шторм 2022. Более того, учебное заведение продолжает развиваться, но для этого потребовались еще деньги. На помощь пришел Ульяновский фонд развития предпринимательства. Подробности у Павла Петрикова. Родителям удобно, детям не скучно. Куча игрушек, уютная атмосфера. Частный детский сад рассчитан на группу 15-17 человек. Что важно, разного возраста, от 2,5 до 7 лет. Старшие присматривают за младшими, учатся ответственности. Младшие помогают тем, кто постарше, учатся коммуникации. Со всеми детьми занимается квалифицированный педагог. Идея создать образовательное учреждение пришла Екатерине Ватуевой в 2018 году. Когда наши дети подросли, пришло время давать их везти в детский сад. Мы решили, что мы создадим пространство для них. И никуда их не поведем, а будем приглашать всех сюда, к нам, в это пространство. Вот так вот началась работа над тем, чтобы развивать детей, социализировать так, как мы считаем нужно, так, как мы хотим. Так три семьи объединились и создали этот детский сад. Тут ценят индивидуальность каждого ребенка. Развивают таланты, обучают и готовят к школе. Дети не просто проводят время. С ними работают логопеды, психологи, педагоги иностранных языков. Тут лепят, рисуют и в целом полезно проводят время. Дети рядом с веточкой, в разном направлении. Молодец. Умница. Здорово. Занятия по гимнастике проводит чемпионка Европы. Развивают силу, выносливость, координацию, формируют характер, учат детей целеустремленности и трудолюбию. Развивается и сам детский сад. Недавно Екатерина решила поделиться накопленным опытом со всеми желающими создать франшизу. Но вопрос уперся в деньги, где столько взять, обратилась в фонд развития предпринимательства. Все получается очень случайно. То есть ты, когда тебе очень надо, ты ищешь всевозможные пути. И где найти эту помощь, потому что все-таки упаковка бизнеса стоит денег определенных, да, и немал. Вот. И интернет. Где бы взять, как бы. И вот знакомый говорит, почему бы тебе не обратиться. Я говорю, да, а что, так можно? Ну, говорят, ну, конечно, попробую. И получилось, фонд по программе женское предпринимательство выделил займ. 500 тысяч рублей на 24 месяца на оплату упаковки бизнеса во франшизу. Без залогов под минимальный процент. Для нашего региона подобные истории поддержки далеко не в новинку. Меры поддержки действительно очень востребованные. Мы видим, как растет и количество обращающихся данными мероподдержками, и количество самозанятых, как я уже обозначил. Кроме этого, мы, конечно же, фиксируем, что для государства немаловажно. Это и поступление в виде налогов от такой предпринимательской деятельности. По нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» план значительно перевыполнен. В Ульяновской области порядка 51 тысячи самозанятых. Для них доступны гранты на открытие собственного дела до 500 тысяч рублей. Только нужно пройти обучение, организованное центром «Мой бизнес». Второе льготное финансирование – займ до полумиллиона рублей со ставкой 5-6% в год. Комсомол остался в сердце, комсомол в душе моей. В минувшие выходные Ульяновск отмечал памятную дату. 105-летие с момента образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Как прошел праздник и почему бывших комсомольцев не бывает, знает Антон Кузьмин. 105 лет назад была создана организация, которая объединила молодых людей в новой страны. Страны, которая строила. Страны, которая улучшала жизнь людей. Страны, которая победила в годы Великой Отечественной войны фашизм. Каждый из вас – это герой нашей страны. Энергия, целеустремленность, желание перевернуть этот мир и сделать его лучше для каждого – все это комсомол. После Великой Отечественной войны страна оказалась почти разрушена. С большим рвением члены ВЛКСМ включились в активную работу по ее восстановлению. Комсомольские стройки, строительство Байкало-Амурской магистрали, поднятие целины в Казахстане, Сибири, на Урале. Только в 60-70-х годах с помощью ударного труда комсомольцев в строй введены около полутора тысяч важных объектов. В их числе Братская ГЭС, Белоярская атомная станция, Нептепровод, Дружба, а еще знакомый каждому жителю нашей области, Ленинский мемориал и авиационно-промышленный комплекс. Мы к съездам комсомолов собирали станки в неурочное время. Одна молодежь участвовала и дарили их съезду. Автозаводчане собирали уазики и тоже дарили комсомол. Это сильная организация, поэтому молодежи есть на кого равняться. И слава Богу, сегодня мы видим в нашем зале большое количество людей, те, которые прошли комсомолы и живы, и здоровы. Поэтому берите с них пример, а мы со своей стороны сделаем все возможное передать наш опыт. Главная задача комсомола на протяжении долгих лет – воспитание молодежи, свобода, равенства и братства, а еще радость каждодневного созидательного труда на благо города, страны, всей планеты. Сегодня организации нет, а вот комсомольцы остались. Верность идеалам светлого будущего, заветам трудового воспитания и духу всемирного товарищества сохранили, потомкам передать готовы. Сегодня они – опора и поддержка подрастающего поколения. Это служение отчителей, это, тем более нашему поколению, это колоссальная работа по военно-патриотическому, трудовому нравственному воспитанию. И сегодняшнее мероприятие, это, конечно, как раз направлено на то, чтобы показать молодежи, что вот какие были традиции, вот мы рядом с вами, и мы готовы быть с вами и продолжать начатое дело их отцами и дедами. Антон Кузьмин, Константин Никитин, репортер 73. По рельсам за знаниями ульяновские школьники вновь отправились в путешествие в город-герой Волгоград. Это не обычная школьная экскурсия, а живой урок истории. Погружение в историю началось еще на перроне, где побывала и наша съемочная группа. На перроне боевая техника и вооружение, реконструкторы в настоящей военной форме. Все это воссоздает атмосферу военных лет. Только с вокзала поезд вот-вот отправится не на фронт в Сталинград, а в Волгоград за знаниями. Изначально мы планировали делать его возле здания исторического вокзала, откуда жители Ульяновской области уходили на фронт и возвращались. Но по погодным условиям возникло такое решение провести это в обновленном цехе ТО-3. И мы считаем, что это лучшее решение. Такого не было еще в стране. И мы очень надеемся, что это даже может стать отличной традицией. Это не просто туристическая поездка. Это увлекательное путешествие по истории нашей страны. 2023 год юбилейный. 80 лет победе в Сталинградской битве. Ульяновские школьники отправляются в поездку по местам самого напряженного сражения Великой Отечественной войны. В программе экскурсии по Мамаеву кургану, в Музее памяти и в Музее панораме «Сталинградская битва». Но и сам путь окажется не менее познавательным. Об истории России 40-х расскажут реконструкторы военно-исторического общества. В помощь и мультимедийная техника, которой оборудованы вагоны. Школьники обучаются, участвуя в интерактивной программе. Каждый для себя ответил на вопрос, зачем он отправляется в город-герой. Чтобы узнать больше о памятнике и современной культуре. Посмотреть на Мамаев курган, на родину мать. Также бывал на стадионе, который построили к чемпионату мира в 2015 году. И как бы все прошло замечательно. Волгоград это очень теплый и привлекательный город. Я знаю, что там проходили во время Великой Отечественной войны, а конкретно в 42-х годах прошлого века, проходили жесточайшие бои. На этом месте построили одну из самых высоких статусов в Европе. Мамаев курган. Для меня эта статуя является символом гордости за нашу страну. Эта поездка историческая. Вот хочется, чтобы наши внуки были патриотами, знали с малых лет. Вот эту правую Великую Отечественную войну знали, помнили и тоже защищали. Вагон знаний курсирует по железным дорогам России уже пять лет. Такие путешествия знакомят подрастающее поколение с удивительной, многогранной историей нашей страны в увлекательной форме железнодорожных путешествий. Вы вернетесь с уважением к нашим предкам, к дедушкам, к бабушкам, к прадедушкам, ко всем, кто отстояли свободу нашей Родины в той тяжелой Великой Отечественной войне. Екатерина Терещенкова, Вера Мещерякова, Максим Архипов, репортер 73. Новые регионы России и 11 иностранных государств представили участников деловой соревновательной программы национального чемпионата «Обилимпикс-2023». Честь Ульяновской области отстаивали трое учащихся среднеспециальных учебных заведений. Двое вошли в число призеров. Наталья Кручек стала обладательницей бронзовой медали в компетенции массажист. Евгений Луковкин расскажет подробности. Это массаж гармонизирующий, расслабляющий, нормализующий психоэмоциональную сферу. То, чего часто не хватает в современной жизни. Испанский массаж, при котором и массажист, и его клиент испытывают только положительные эмоции. Для Натальи это уже второе образование и, кажется, первое призвание. Девушка готовится к выпускному из фармколледжа, положив в копилку знаний, умений и достижений хорошее выступление на национальном чемпионате для людей с ограниченными возможностями здоровья. Национальный чемпионат «Обилимпикс» — это амбиции, которые участники реализуют, несмотря на жизненные обстоятельства. Будущее. Ведь мастерство в руках дает уверенность в завтрашнем дне. Для Ульяновского фармколледжа каждое такое достижение знаковое, несмотря на то, что за годы работы побед в чемпионатах и конкурсах у кухни, готовящей будущих массажистов, фармацевтов, медсестер, диагностов, более чем достаточно. И это прямое следствие учебного плана, мастерства педагогов и продуманной системы обучения. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позрения все занятия проходят как раз-таки на базе общежития. Здесь у нас оборудованы специальные кабинеты, лаборатории, кабинеты медицинского массажа. И, соответственно, студенты у нас уже получают все возможности для получения доступного образования. Образование — не самоцель для Натальи. Безусловно, нужна самореализация. Многие выпускники фармколледжа открывают свое дело. Победительница «Обилимпикса-2023» рассчитывает устроиться в государственную клинику. Теории усвоена отлично, нужна такая же масштабная практика. К таким же выводам подталкивает и участие в чемпионате. Хотелось бы попробовать себя в чем-то еще, потому что данный конкурс, да, какой-то новый опыт, во-первых, уверенность в себе, была возможность посмотреть на других специалистов, как работают, в каких техниках работают. Я думаю, что это такой значимый момент для специалиста, который позволяет расти и развиваться в данном направлении. Сам массажист, считает Наталья, обязательно должен быть эмпатичным, ответственным и, главное, интеллектуально развитым, чтобы постоянно совершенствоваться в искусстве, дарить гармонию тела и души. Евгений Луковкин, Сергей Рябухин, репортер 73. В 1999 году Федерации спортивной и художественной гимнастики России выступили с инициативой учредить День тренера. Их желание было услышано. И с тех пор тренеры в нашей стране свой профессиональный праздник отмечают ежегодно, 30 октября. Лучший подарок для наставника – победа его подопечных. Получилось ли футболистам ульяновской «Волги» порадовать тренерский штаб в преддверии праздника – расскажем далее. «Волга» на газон крытого манежа стадиона «Красная звезда» вышла с нескрываемым желанием прервать череду поражений и мячих и, наконец-то, подарить болельщикам долгожданную радость победы. Моментов в первом тайме было достаточно. Опасно били Егор Носков и Евгений Воронин. Но до взятия ворот дело так и не дошло. «Мы достаточно хорошо изучили команду соперника. На самом деле команда во всех линиях хорошо организована. Играет такой быстрый атакующий футбол. И нам нужно было противостоять». Противостояние продолжилось во втором тайме, но рисунок игры не изменился. «Волга» продолжает атаковать, а мячи отвечают контратаками. Самый реальный шанс на открытие счета случился у Джамала Дебергаджиева на 70-й минуте. Но мяч после его удара угодил в стойку ворот. Ульяновцы до последнего продолжали осаду ворот Иртыша, но матч в итоге так и завершился с нолями на табло. При этом игровая статистика показала, что о мячи за 90 с лишним минут не нанесли ни одного удара в створ ворот Андрея Климовича. «Очень жаль, что не забили свои моменты. Хорошие моменты были у нас. И у Джамала Дебергаджиева, и у Носкова Егора момент был. В первом тайме выбегали в контратаку. Воронин и Носков тот же наносили удары по воротам. К сожалению, голом это не закончилось, а нам сегодня очень хотелось победить». Ничейный результат принес в копилку ульяновской команды всего одно очко. И теперь «желтый-черный» с 22 баллами в активе расположились на пятой строчке турнирной таблицы. Оставшиеся два тура станут решающими. Через два матча мы наконец-то узнаем, какие команды продолжат участие в дивизионе «Золото», а какие получат понижение в классе. «Волга» в следующем туре проведет последний домашний матч летней осенней части сезона. В гости к «желтый-черным» пожалует безоговорочный лидер турнирной таблицы футбольный клуб «Краснодар-2». На Казанский авиационный завод требуются станочники, инженеры-технологи, обучение, жилье. Телефон 8-987-069-47-66. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Связали с вами касательно смены вашего контактного номера на номер с окончанием 7810, которое было произведено 27 минут назад. Подскажите, самостоятельное действие проводили? В отделении с операционистом, правильно я понимаю? Дело в том, что произошел вход в ваш личный кабинет с нехарактерного для вашей учетной записи мобильного устройства. В горе последовала смена финансового номера, о чем я вам уже говорил ранее, и проследовала подача заявки на аккредитование. Так как эти события произошли в короткие сроки, вызвали подозрения, поэтому мы связали. Делайте новости вместе с нами. Звоните в редакцию 304073. По номеру 304173 заказывайте ролики, сюжеты, объявления и бегущую строку. Смотрите «Репортер» в эфире, в Ютубе и на Яндекс.Дзене. Читайте в социальных сетях. Подпишитесь и будьте в курсе реальности. Всего вам доброго.